Дорогие друзья, добрый день! Мы сегодня с вами уже встречаемся в четвертый раз. И в этот раз мы поговорим не о заданиях на письмо или на говорение, мы поговорим сегодня о еще одном важном разделе Единогосадственного экзамена по немецкому языку о лексике и грамматике. Все разделы в рамках ЕГЭ по немецкому языку, конечно же, важны. Почему это так? Потому что каждый из разделов, если вы знакомы с самой системой оценивания и знакомы с тем, сколько баллов вы можете получить за каждый из разделов, они все равноценны. За каждый из разделов можно получить максимум 20 баллов. Поэтому, чтобы набрать максимальное количество баллов на экзамене, конечно же, нужно с каждым из разделов справляться на 100%, стараться, по крайней мере, это делать, и нет никакого смысла какие-то разделы выделять и считать их более важными, а какие-то считать менее важными. Тем не менее, сегодня мы построим нашу работу с вами очень просто. У нас сегодня по каждому из заданий этого раздела, по сути дела, три таких части небольших. Сначала я, конечно же, познакомлю вас с этими разделами, с каждым из заданий, то есть дам краткую информацию о каждом из заданий, чтобы вы имели представление, что вас ожидает, какие сложности, какие трудности, вообще на что вам нужно настраиваться при выполнении этих заданий. Затем вместе с вами мы разберем отдельные задания этого раздела. И, как и в прошлый раз, мы поэкспериментируем в этот раз, мы в прошлый раз, когда разбирали устную часть, экспериментировали следующим образом. Я давал возможность участникам вебинара и тем, кто потом будет смотреть запись, самостоятельно прорешать задания и, соответственно, оставить решение либо здесь в чате, либо в комментариях под трансляцией на YouTube. И я бы тогда мог отреагировать на те предлагаемые вам варианты и оценить их правильность или неправильность и прокомментировать, насколько вы были точны в своих ответах. То же самое я сделаю и для тех слушателей вебинара, которые потом подключатся, посмотрят запись уже не сегодня, а другие дни, и, соответственно, предложат свои варианты ответов на те или иные задания. Здесь, конечно, немножко другая степень свободы. Если мы говорим про письмо и про лексику, про письмо и про говорение, конечно же, есть разные варианты ответов на одни и те же задания. Здесь в случае с лексикой грамматикой, конечно, как правило, вариант ответа один. Он один единственный правильный, и все остальные ответы будут автоматически считаться неправильными. Но, тем не менее, иногда варианты возможны. Давайте начнем. Начнем мы с задания первого задания, которое открывает, собственно, раздел лексикой грамматики. Это, точнее говоря, 7 заданий. Это так называемые задания. Сейчас, секундочку. У нас какая-то странность с презентацией, которая у меня... Заработала. Итак, первый блок заданий, скажем так, из лексики и грамматики – это задание 19.25. Что это за задание? Это два небольших текста, которые имеют такой, скорее, информативный характер. Они о чем-то информируют, сообщают, рассказывают. В этих текстах есть 7 пропусков. Справа на полях даны 7 слов в начальной форме, и ваша задача сделать что? Прононировать контекст и на основании этого анализа понять, в какой форме слово, данное справа на полях, будет стоять или должно стоять в том пропуске, которое есть в тексте. Здесь проверяются, именно в этих заданиях с 19 по 25 проверяются исключительно ваши умения стригать, склонять разные знаменательные части речи, в общем, образовывать все возможные грамматические, точнее говоря, даже морфологические формы тех или иных слов, данных справа на полях. При этом проверяются ваши базовые знания немецкой грамматики, поверьте, это так на самом деле есть. Не обязательно все эти пропуски и все эти требуемые ответы, это не обязательно все время исключения, какие-то сложные случаи, ничего подобного. Вот это вот представление о том, что в этих заданиях проверяется... Я прошу прощения. Продолжаем. Это миф на самом деле. Если вы это слышите, то знаете, что это неправда. В этом задании проверяются ваши базовые грамматические навыки. Именно базовые. Те, которые вы должны были бы иметь, если бы освоили школьную программу и владели бы немецким языком на уровне, если мы говорим про европейскую рамку, примерно на уровне А2, А2+. И, опять же, поэтому на слайде отображено, что это базовый уровень сложности. Итак, давайте посмотрим, что же это за задание. Например, вот такое. Если вы видите, на слайде я специально в тексте некоторые слова отметил, выделил полужирным шрифтом или курсивом. Сделал я это специально, потому что важно помнить о чем. О том, что вы, прежде чем понять, какая вам нужна форма слова, указанного справа на полях, на случай глагола nenen. Здесь сразу дан, правда, ответ, но тем не менее. Как мы рассуждаем? Мы делаем примерно следующее. Мы анализируем ближайший контекст. Здесь вы видите, что есть глагол we're done, есть какой-то тип торта, в данном случае, видимо, абрикосовый торт. И вы видите, что в данном случае больше ничего нет. Есть, собственно, в предложении, что подлежащее и сказуемое. И вы знаете, что глагол nenen, собственно говоря, используется каким образом в немецком языке? Кто-то что-то как-то называет. Ich nenne etwas etwas. Здесь мы видим, что есть we're done, первый нам звоночек. И второе, у нас структура предложения такова, что у нас есть, по сути, делать это вот что-то как-то называет. Соответственно, мы делаем вывод, что нам нужно сделать пассивную форму, то есть сделать сказуемое в пассиве. И мы должны, соответственно, здесь восполнить в этом пробеле вторую часть этого сказуемого. Первое вспомогательное глагол у нас с вами уже есть. Нам, значит, нужна теперь вторая часть, а она должна быть какой? Должно быть причастие второе смыслового глагола, то есть глагола nenen. Супер! Знаем, как образуется. Nant, genant. И вот совершенно точно мы можем сказать, что правильный ответ в случае будет второе причастие глагола nenen, а именно форма genant. Следующий пример. Опять же, внимательно анализируем контекст. Обращаем внимание, что sie, данное справа на полях, мы помним, что это местоимение может в немецком языке иметь разные интерпретации. У нас просто есть разные местоимения sie в немецком языке. Есть она, есть они, есть вы, вежливая форма. Нам нужно понять, какое же именно местоимение нам нужно поставить в правильную форму. Это сделать несложно, если немножко почитать дальше контекст, который будет следовать за пропуском, вы видите еще раз местоимение sie, op sie eine tüte haben, соответственно, вы делаете вывод, что справа на полях дано местоимение sie, точнее, вежливое местоимение sie, то есть русское соответствие ему будет вы. Дальше нам нужно понять, в какой форме нужно его использовать. Для этого мы всего лишь обращаем внимание на предлог zu. Мы видим, что продавщица как бы к вам обращается или говорит, zu управляет дателем падежом, мы вспоминаем форму этого местаимения в дателем падеже, и вот нам верный ответ ihnen. Все очень просто. Что мы делали? Мы проанализировали контекст, поняли, какая нам нужна форма и, соответственно, ее образовали. Не более того. Еще один пример. Делаем то же самое. Мы видим, здесь есть подлежащее. Что-то там, неважно, что дьерен, или что-то там, лернен. Вспоминаем. То есть мы понимаем, что беруф, это, собственно говоря, в данном случае будет, что мы изучаем, дополнение. Помним, что лернен, что-то учить, по-немецки, то есть винительный падеж. Понимаем, что... Не понимаем. Вспоминаем, что беруф у нас мужского рода. Надеюсь, вы это помните, знаете. Это, в принципе, базовое слово, базовая лексика немецкого языка, которых по окончании школы каждый выпускник знает совершенно точно, кто хоть как-то владеет немецким языком. Дальше нам надо всего лишь на все понять, что Айн, конечно же, неопределённый артикль. Мы понимаем, что винительный падеж, мы понимаем, что мужской род. Вспоминаем эту форму. Если она нам не очень хорошо вспоминается, мы можем попробовать пойти на разные ухищрения. Помним, что у нас разные-разные формы разных предлогов артиклей и местоимения поддержательных как-то пересекаются. Очень похоже выглядит. Вспомнить, например, форму определённого артикля, и подумать, что, ага, должно быть что-то похожее. Но лучше, конечно, вспомнить, что эта форма Айнен, она дана на экране, и это будет правильный ответ. Собственно говоря, как видите, ничего сложного нет. Мы просто-напросто разбираемся с контекстом и вспоминаем нужную нам форму. Понимая, что именно нам надо, мы просто вспоминаем, а как же эта форма звучит. Попробуем ещё. Здесь немножко другой формат представления самого текста, самого задания, но это не принципиально важно. Я только хочу обратить внимание, что, конечно же, в ЕГЭ это будет каждый раз именно так, как это было на предыдущих слайдах. Слева некий текст, право некое слово, данное на полях, ну и в тексте некий пропуск. Я это сделал в данном случае на этих слайдах просто для того, чтобы упростить визуально сам текст, чтобы вы чуть чётче понимали, видели, что именно мы подставляем. Мы видим глагол «ладен». Это именно глагол, потому что вы видите, что пропуск будет, соответственно, требовать, скажем так, подстановки сказуемого. Здесь пропуск на месте сказуемого будет, по сути дела, в этом предложении. Мы понимаем, что у нас «зи» относится к «шюля», это «школьники». Значит, получается, что у нас это множественное число. Мы понимаем также из контекста, что речь идёт о каком-то событии в прошлом. Видите, там есть «камен». Соответственно, мы понимаем, что поскольку мы рассказываем о чём-то, что происходило давно или в какой-то момент, то есть мы говорим о том, что уже прошло, о прошедшем, то мы должны сделать соответствующую форму и у глагола «ладен». Ну, по сути дела, глагол «айнладен». Приставочка «айн» там тоже в конце есть. Но это не принципиально важно. Мы должны вспомнить теперь, какая же форма будет у этого глагола. Вспомнить, он правильный или неправильный. В этом случае может помочь немножко знание форм настоящего времени. Если вы знаете, что «эр» или «зи» «лэкс», он, она приглашает, то вы должны понимать, что, конечно, в этом случае глагол «неправильный», он в принципе неправильный, он тоже базовый глагол, ничего такого сверхъестественного в этом глаголе нет. Вспоминаем три формы. У нас получается с вами «люд» и «гладен». Помните это, да? И, соответственно, правильный ответ, множное число, простое прошедшее время, то, что называется у нас в немецком языке «имперфекли претеретум», по-разному люди называют это время, но, тем не менее, «имперфекли претеретум» и «эн» окончания добавляем, поскольку это множное число, у нас получается «зи» «люда». Все опять просто, ничего сложного. Следующий пример. Здесь мы видим, опять же, некое слово «иа», которое тоже может быть по-разному интерпретировано в немецком языке, потому что есть два разных слова «иа». Есть местоимение «вы», личное, а есть местоимение несколько местоимений притяжательных, «ваш», «ваши», ну и так далее, и так далее, относящиеся к разным местоимением личным. Да, это может быть местоимение «зи», в единственном числе это будет «её», это может быть местоимение «зи», во множественном числе это будет «их», а может быть местоимение «и», «зи», вежливая форма, соответственно, будет «ваш», «ваши». Нам надо понять теперь, в принципе, понять, что именно здесь у нас от нас требуется, какое местоимение мы должны здесь в правильную форму подставить, поскольку вы видите, что пропуск находится перед существителем, перед гестом. Вряд ли личное мессимение будет сидеть прямо сразу перед существителем. Скорее всего, это мессимение притяжательное. Получается, их гости, наверное, судя по контексту. И, соответственно, мы исходим из слова «дейт Байден» в предыдущем контексте. Видимо, это были гости тех самых двоих, которым налили шампанского. Соответственно, нужно теперь понять, какое же будет правильное окончание, правильная форма какая-то, ну, по сути дела, какое-то правильное окончание. Мы должны в этом случае ориентироваться на что? Можем, опять же, вспоминать, какой бы это был определенный артикль, точнее, понять, как лицо той со словом «ташин». Наверное, это был определенный артикль, а определенный артикль был бы совершенно точно не родительного падежа, потому что чьи сумки гостей, ага, значит, получается их гостей, сумки их гостей, значит, получается родительный падеж, множественное число. Это было бы что-то типа der-gäste. Значит, нужно примерно такое же кончание сделать для этого мести менее притяжательного. У нас правильная будет форма, я думаю, что уже догадались, и r-gäste. И получается сумки их гостей. Попробуем еще один слайд разобрать вместе. Здесь у нас с вами пропущено, справа на полях стоит прилагательное. Вы это видите, но он здесь в кобочке, когда оно стояло справа на полях, это было бы прилагательное, имя прилагательное. Оно относится, стоит между неправильным артиклем ein и между существительным меню. Соответственно, здесь у нас мы должны вспомнить, какого же рода у нас слово меню, потому что это будет зависеть, какое это будет окончание у прилагательного. Мы помним, я надеюсь, вы тоже это помните, и я это помню, что у нас слово меню среднего рода. И нам нужно в этом случае совершенно спокойно понимать теперь, что нам нужно что? Именно и падеж. Единственное число. Средний род. Вспомнить, какое же будет окончание, если у нас в предполагательном стоит неопределенный артикл. Помните окончание. Надеюсь. Это не самое, может быть, простое в немецком языке, а требует запоминания всех этих окончаний, но, тем не менее, это невозможно, скажем так. Я напомню, что в этом случае окончание будет es. У нас получится ein fürstliches Menü, was fürbarer schon sie wird. Мы, опять же, проанализируем контекст, как вы видите, поняли, какая нужна форма, исходя из того, что слева-справа находится, исходя из того, опять же, какое это предложение. Нам важно было понять, например, для данного предложения менее важно, для других предложений это будет очень важно, какой это падеж, именительный, поскольку это подлежащее в данном предложении слово менее будет подлежащим, и мы, конечно же, в этом случае должны опираться на свои знания того, какой рот у этого слова, и тогда мы сможем совершенно спокойно, без особых проблем, определить нужное окончание и поставить слово в правильную форму. Еще один слайд. Разбираем вместе. Еще один контекст, еще одно задание, еще один пример. Здесь нам нужно, опять же, понять, что слово tag, оно было подано справа на полях, а в пропуске, когда следует сразу после числительного who does, то мы должны понимать, что здесь, наверное, потребуется от нас форма какая, множественного числа. Вопрос, опять же, важный, а какой будет падеж, именительный, родительный, дательный. Понятно, что не именительный, потому что подлежащее уже есть, mention, который wonen, где-то там, да, и, наверное, они живут, наверное, 100 дней вместе. Надо вспомнить, опять же, о каком, в этом случае, какой будет падеж у существительного. Вот когда мы такие формы используем, продолжительность показываем, причем в немецком языке это можно сделать, как и в русском языке, без предлога, надо вспомнить, какая будет форма, да, какой будет падеж. Помните, надеюсь, да, в этом случае у нас в немецком языке все эти конструкции стоят в именительном падеже. Там, один таг, два тага, три тага, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я уже, собственно, подсказал форму правильного множественного числа. Менительный падеж, множественное число. Таге. Ничего сложного в этом слове нет. Мужской урод чаще всего по множественному числу это суффикс э, поэтому таге. Раз это внедательный падеж, мы ничего больше не добавляем, у нас получается хундат таге. Что нам в этом случае помогает, в данном случае, да, контекст. Мы видим, что есть числительное сто, потом идет пропуск, так относится к этой сотне, сто покажет множественное число, ну а дальше мы просто-напросто, исходя из контекста, понимаем, что имеется в виду продолжительность, длительность сто дней, как это делается на смензаке, множественное число или единственное число, мнительный падеж и больше ничего, да, ундат таге. Пробуем еще. Это может быть последний слайд, который мы попробуем вместе разобрать, а дальше вы сможете проверить себя. Здесь у нас с вами все еще проще. Мы видим, что есть пропуск, да, есть слово детектив, есть пропуск, он идет после айнес. Айнес – это очень знаковая форма, понятная, это родительный падеж, единственное число. Мы должны теперь просто понять, вспомнить, ну детектив мы понимаем, исходя из того, как пишется слово, что это, видимо, детектив в смысле человек. Но тут возникает такой маленький вопрос, такая маленькая загвоздка. Надо вспомнить о случайно неслабое или склонении у этого существительного мужского рода. Вы же знаете, что часть существительного мужского рода в немецком языке относится к слабому склонению, так называемому, которое у нас имеет такую особенность, что во всех падежах, кроме именительного падежа, единственного числа, эти существительные получают окончание –эн. И тогда мы должны просто вспомнить, а вот это существительное относится к этим словам. Есть как бы отдельные показатели, четкие абсолютно, которые намекают на то, что это будет именно существительное слабое склонение. Но здесь этих признаков, если вы посмотрите, вы не увидите. Оно не оканчивается на –э. Нет. Оно не односложное. Нет. И дальше нужно теперь понять, вспомнить разные-разные суффиксы, которые относятся, скажем так, на которые оканчиваются существительное слабое склонение чаще всего. Но если вы так повспоминаете, вы поймете, что нет, оно этим суффиксом не обладает. Не буду вас долго так мучить. Это слово, которое не относится к слабому склонению, но поскольку это родительный падеж, мужской род. Мужской род абсолютно точно, потому что это слово обозначает существо, извините такое слово, мужского пола. Поэтому здесь у нас вариантов нет, мужской род. И мы должны вспомнить, что в этом случае существительные получают немецкие окончания. S, и поэтому у вас правильный ответ будет Alice Detectives. Что касается заполнения бланка, кстати говоря, на ЕГЭ, не нужно писать то, что стоит до и после пропуска. Мы пишем в бланк ответов только то, чем мы заполняем пропуск. То есть в бланке будет написано Detectives, большими печатными буквами, и не более того. Последний слайд. Да, наверное, последний, который мы выбираем вместе. То есть здесь вы видите, я уже отметил полужирным, помогающие нам слова, те, которые мы можем обнаружить в контексте. Мы можем найти что? Мы можем найти hat, смотреть на глагол, и мы видим, что в данном случае у нас с вами есть подлежащие, у нас есть с вами, точнее говоря, да, есть ex ante klasse, есть что они сделали, и загрешившиеся, они выдумали эту историю. Нам нужно всего лишь навсего образовать соответствующую форму глагола ausdenken, в котором есть приставка, вы это видите, aus, корень denken, да, соответственно, надо вспомнить, что приставка aus отделяемая, что это означает, что она, а что она сделает? Она немножко, скажем так, пропустит между, после себя, еще одну приставку, которая будет показывать, что это форма какая. Если мы делаем форму perfect, а здесь hat, это будет perfect, намек на это, соответственно, мы должны будем сделать что? Мы должны будем сделать, поставить приставку ge, которая будет показывать, что это форма причастия второго, да, глагола ausdenken, aus, ge, а дальше вспомнить форму глагола denken, третью форму, она у нас dachte, gedacht, aus, ge, dacht. Вот так мы это совершенно спокойно конструируем, и понимаем, что в данном случае, для того, чтобы правильно делать задания, эти задания 19 и 25, на проверку элементарных грамматических ваших навыков, нам нужно сделать что? Нам нужно а, прононизировать контекст, чтобы понять, что нужно сделать, какая форма от нас требуется. Иногда контекст нужно прононизировать, чтобы развести некоторые случаи, которые у нас, опять же, случаи пересечения возможных, ну, мы же с вами два таких случая видели, это z, разные возможные варианты, это, опять же, форма i, разные возможные варианты, есть еще один возможный вариант, zain, да, как притяжательное местоимение, его, так, собственно, от глагола быть. И, собственно, дальше вспомнить эту форму, либо образовать, вспоминая или вспомнив правила. Хорошо, если и правила, и формы вы знаете, и помните, тогда вообще никаких проблем не будет. Ну что, попробуем сделать? Попробуйте в чате написать, как в данном случае будет звучать правильная форма, каким будет правильный ответ. А те, кто пересматривает и будет пересматривать эту запись, сразу скажу, что можете поставить, точнее говоря, отключить чат, убрать его, и в него не смотреть, попробуйте самостоятельно написать ваш ответ и, соответственно, дальше, вместе со мной, чуть позже их проверить. Давайте попробуем. Попробуем в чате просто написать правильный ответ для данного задания. Есть смелые люди, которые могут это сделать прямо так сходу, поняв, что имеется в виду, что требуется, какая форма нужна, опираясь на свои знания немецкого языка, я уверен, что вы пришли сюда специально посмотреть, как это делается, и вы знаете немецкий язык. Здорово. Отлично. Все правильно. Любовь была первой, и она абсолютно права. Так оно и есть. Это правильная абсолютная форма. Пробуем дальше. Дорогие друзья, попробуйте здесь определить правильную форму, исходя из контекста. Вот, проанализировав, просмотрев контекст и определив все необходимые исходные данные, попробуйте предложить правильную форму. Будет это быстрее любой в этот раз. Друзья, отлично. Софья, здорово. Мусто, Софья была права, почему? Потому что если вы посмотрите чуть, отмотаете немножко, скажем так, пленку, скажем так, да, посмотрите на первое предложение в этом контексте, вы увидите, что кам, энтфиат лак, да, некое повествование, нечто, то есть рассказ явно про прошлое. И поэтому здесь, конечно же, поскольку он рассказывает автор, или она рассказывает, я не знаю, полуавтор, да, рассказывает что-то, что же случилось, мусто, конечно, нужны формы прошедшего времени, поэтому мусто абсолютно правильно, мусто скорее неправильный ответ, чем правильный. Пробуем дальше. Как вы думаете, что будет здесь правильным ответом? Вы можете обратить внимание, что иногда не нужно прочитывать весь контекст целиком, то есть весь текст целиком не нужен иногда для того, чтобы определить конкретную форму для конкретного пропуска, но зачастую все-таки хорошо бы посмотреть, что было до и что будет после пропуска. Иногда даже немножко, скажем так, отходя назад, то есть анализируя, рассматривая предложение, которое было до того предложения с пропуском, а иногда даже рассматривая предложение после предложения с пропуском, то есть все равно получается контекст не ограничен условно супер, все верно. Пробуем дальше. Попробуйте. То есть иногда этот контекст может быть не очень большим, да, вы можете, вам достаточно, например, там, кусочка предложения после, кусочка предложения до, а иногда нужно почитать немножко побольше, чтобы понять, собственно говоря, про что идет речь. Ланге, супер, отлично, потрясающе. Переходим дальше. К следующему заданию. К следующим заданиям, скажем так, в этом блоке лексико-грамматики. Это задание 2631. Они тоже базового уровня сложности. Что это означает, сейчас поясню. Но в этом случае мы уже работаем не с двумя маленькими текстами, а с одним. Он немножко побольше, но он тоже не очень большой. Сразу вам говорю, что в этом блоке тексты в принципе небольшие. Они не занимают страницу, они занимают, как правило, полстранички, даже чуть меньше иногда. Это небольшие тексты. В этом тексте не семь пропусков, а шесть. Слова точно так же даются справа, но здесь принципиально другая задача. Вам нужно не поставить слово в правильную форму, исходя из контекста пропуска, а вам нужно проанализировать пропуск и контекст, который содержит пропуск, и понять, какое слово нужно образовать от слова, стоящего справа, чтобы оно подошло для этого пропуска. То есть здесь идет проверка уже не грамматических навыков, а скорее словообразовательных. Вы должны показать, что вы знаете однокоренное с тем словом, которое у нас справа на полях слова, но при этом это однокоренное слово должно содержать в себе что-то, некий суффикс, как правило. В немецком языке в этих заданиях проверяются, как правило, образованные с помощью суффикса слова. Давайте я вам покажу, что имеется в виду. На начало вернуться к фразе, которую я уже бросил, скажем так, в эфир, что это базовые сложности. Что это означает? Означает, что слова, которые вы должны знать, однокоренные, они тоже относятся к лексике базовой. То есть это не очень сложные слова, это достаточно базовые и простые слова, которые, по идее, школьник, который осваивает немецкий язык в школе, учится с какого-то класса по 11 класс, учится и занимается немецким языком, и владеет немецким языком на уровне А2+, если мы берем европейскую шкалу, он эти слова должен знать, и должен быть у него в активном лексиконе. Давайте посмотрим, как это выглядит все на самом деле вживую. Точнее, сначала небольшой комментарий. Что, собственно говоря, может быть в этом задании, проверено. Такие небольшие примеры. Это примеры того, что может быть в этих заданиях проверено. Вы видите разные модели словообразовательной, скажем так, разные возможные связи между словом, которое будет дано справа, и тем, которым нужно образовать. И точнее, вспомнить. Потому что, конечно же, эти слова уже образованы в немецком языке, они связаны друг с другом как раз за счет отдельных словообразовательных элементов. Ну, как, например, здесь, в этом слайде вы видите, здесь это был «беген», есть существительное «dewegung», как это раньше произошло, как это все получилось, а очень просто с помощью суффикса «ung», и, соответственно, тем самым мы образовали от глагола существительное, которое будет обозначать некий процесс, как именно процесс, не как действие. Это будет не глагол, правда, именно существительное. То же самое, видите, дальше на слайде есть другие возможные варианты. от глагола образованные прилагательные проверяются, образованы от существительного другие существительные, ну, чаще всего это просто профессии, да, именование профессии, потому что чаще всего так и происходит в немецком языке, образованы от прилагательного имена существительные, обозначающие разные качества, в том числе, например, измерений разных, там, да, там, типа «länge», или образованы от существительных некие прилагательные, обозначающие, там, принадлежность к этому существительному, или свойства, которые свойственны этим существительным, и так далее, и так далее, В общем, разные существуют модели, но, тем не менее, могу, опять же, сказать, подчеркнуть, что в университетском языке в этих знаниях проверяется, как правило, вот такой способ. Для словообразования через суффиксы, получаемые новые слова. Давайте попробуем. Здесь у нас с вами, опять же, та же самая задача. Мы должны проанализировать контекст. И мы должны контекст проанализировать, чтобы понять, что от нас требуется. Мы видим справа с вами lösen. Мы видим, опять же, совершенно спокойно пропуск. Мы видим перед пропуском ist keine gute. Понимаем, что, исходя из пропуска ist keine gute, мы понимаем, что нам нужна существительность женского рода, которая бы обозначала что-то соотносимое с verboten. Я имею в виду не по значению, а по тому, что оно обозначает, некий процесс, некий результат какого-то действия. Ну, что-то в этом роде. Мы сами знаем, что женский род, процесс, результат действия, наверное, суффикс ung, нам наиболее известный. И правильный ответ будет, соответственно, lösen. Подходит решение в данном случае? Да, подходит, потому что общий запрет сладостей. Не есть хорошее решение, считает автор данного текста. Важно, что сделать после того, как мы образовали нужное слово. Проверить, в какой форме оно должно стоять. На всякий случай. Здесь у нас единственное число, поэтому мы больше ничего с этим словом не делаем, не предпринимаем больше никаких действий. Ну, а потом мы перепроверяем на всякий случай, понимаем, что оно означает, и перепроверяем, подходит ли слово с таким значением в данный контекст. Мы с вами сделали все здесь в этом случае. Все три шага образовали, точнее догадались, что нужно, образовали, посмотрели, нет ли необходимости поставить умноженное число. Нет такой необходимости. И проверили по значению, подходит ли, не подходит. Да, подходит. Все замечательно. Движемся дальше. Здесь окружение этого пропуска показывает, что справа-то ими существительное. Мы это видим с вами. Похо, неделя. Надо подумать теперь, как бы это все соотносилось начиная с 2014 года на таком-то фестивале. Там-то, там-то, или вот там-то, или вот там-то. То есть мы видим, что у нас в этом предложении практически все есть. Есть, во-первых, подлежащее, вас. Есть сказуемое, фазамэнт. Есть кого собирать, таузен гэсты. Есть когда, где, еще раз где. То есть по идее, как бы, ваха здесь получается, слово, что будет образовывать от слова ваха, должно быть самостоятельным. Оно не должно ни к чему относиться. Оно должно быть, ну, как мы, опять же, говорим, выполнять некую функцию второстепенного считанного предложения, но при этом ни с чем не согласовываться, ни к чему не относиться, кроме как к сказуемому. Ну, то есть нам нужно, по большому счету, некая наречия образовать, которая как раз такую функцию выполнять может. При этом нужно понять, что, исходя из контекста, речь идет о регулярности, видимо. Да, постоянно, регулярно что-то происходит. Что мы в этом случае должны сделать? Нам нужна в случае форма, некого прилагательного тирана речи, образованного от слова ваха, которое обозначало регулярность, то есть еженедельность. Я думаю, что вы догадались, что имеется в виду, уже указано на слайде, что имеется в виду, вахиндлей. Главное, что мы рассуждаем именно так. И поскольку оно здесь ни к чему не относится, никакому существительному не относится, то никакого окончания, конечно, получать не должно. То есть дальше мы эту форму не меняем, это слово. Проверяем, опять же, по смыслу. Да, все нормально, собственно говоря, это имелось в виду в контексте. Еще один пример. Да, вы видите, что здесь пропуск был бы между di и mauer. Но справа было бы на полях слово Берлин, название города, намек, видимо, на ту самую знаменитую Берлинскую стену. Но теперь надо понять, как теперь превратить слово Берлин, как его превратить в слово Берлинский, обозначить превратить жизнь к городу. Ну, для тех, кто знает сам по себе термин, да, Берлинская стена, это вообще не проблема, абсолютно. Они совершенно точно сейчас быстро это все сделают. Вот просто быстро, не без проблем. А так, на всякий случай, опять же, небольшой такой, да, супер, уже все есть. Отлично. Куан Гуэн уже ответил. Потрясающе. Все правильно. Так просто надо помнить, что если у нас справа город, и нужно образовать некое существительное, прилагательное, извините, которое бы обозначало принадлежность к этому городу, то, как правило, это будет сделано как? Добавить суффикс e-er, Berliner, или Hamburger, или Frankfurter. И дальше, что опять же важно, здесь еще один важный нюанс. Мы видим, что прилагательное стоит между di и mauer. По идее, оно должно иметь окончание. Все-таки оно стоит перед существительным, оно должно с ним согласовываться. Но мы должны помнить, что такие прилагательные, вот такого типа, образованные от городов, названий городов, долина, иногда от названий стран, например, не знаю, Москва, Занкт-Петербурга, и так далее, и так далее, и так далее, они дальше уже не склоняются. То есть это такое исключение. И поэтому здесь мы больше ничего не делаем. Но если бы было другое прилагательное между di и mauer, мы бы, конечно, добавили правильное окончание. Естественно и безусловно. Еще пример. Можно писать в чате ваше предположение, каким будет правильный ответ. Здесь опять же важно понимать, что здесь есть некий контекст. И по большому счету мне важно понимать, о чем идет речь. И я для этого должен просто прочитать все предложения, которые здесь будут указаны на слайде, до пропуска, после пропуска. Понять, что от меня требуется in minor, женский род. И, соответственно, единственное число. И, соответственно, надо просто вспомнить, как будет существительное женского рода. Абсолютно правильно. От этого глагола образованное. И будем подходить по значению. Да, конечно, будет, потому что я о чем-то очень хорошо помню. То есть что-то очень четко зафиксировано в моем воспоминании, то, что называется. Да, абсолютно правильный ответ дала Софья. Следующий слайд. Здесь опять же мы с вами анализируем контекст, понимаем, что пропуск стоит после иры. И нам важно понимать, что еще есть слово «заген». Потому что нам просто важно понимать, что имеется в виду. Мы понимаем, опять же, единственное число, наверное, а может быть множественное. Поскольку там есть деменшин, наверное, Бог его знает. Но в этом случае это женский род. Изначально надо образовать слово женского рода, которое, возможно, будет стоять во множественном числе. Возможно. Хотя, возможно, и в низком числе. Есть, на самом деле, аплитации могут быть разные, и вариантов ответа тоже может быть несколько. В тот случай, когда два варианта недопустимы. А поскольку «заген», то мы, естественно, догадываем, что это мнение. И правильный ответ будет, конечно же, в данном случае «ире майнунг», либо «ире майнунген» – «майнунг» лучше в данном случае, потому что все-таки так немцы скажут скорее, чем «майнунген». Хотя «майнунген» в данном случае был бы допустимый ответ, поскольку люди, возможно, они высказывали, могли высказать свои мнения, а не мнение «е», что тоже допустимо в данном случае сказать. Еще один возможный вариант. Здесь у нас с вами что нужно сделать? Понять, что у нас есть инфитивный оборот, и понять, что у нас «байн», собственно, это «байдейм», значит, нужно понять, что это либо средний род, либо мужской, но в любом случае не женский род, и что-то образованное от глаголов «зухэн». Ну, опять же, надо понять, что «фазухэн» – это пытаться, видимо, имеется в виду попытка что-то сделать, при попытке что-то сделать. Правильный вариант будет, я думаю, что вы тоже догадались, абсолютно точно, «софья», «фазухэн». Абсолютно правильный вариант «байнфазухэн». Теоретически можно было бы, конечно, написать «байнфазухэн», но лучше «байнфазухэн». И еще один слайд для нашего совместного разбора. Здесь, опять же, обратите внимание на слова, выделенные полужирным, «ин ундзера», которые показывают, собственно, что это единственное число, это женский род, потому что «волнен», собственно говоря, нет, кто-то где-то, вблизи от нас. И здесь просто нужно вспомнить, что вот эта близость и все остальное прочее абсолютно правильно. Это «нея» слово. Это, в принципе, все эти возможные измерители, скажем так, в немецком языке так и образуются. Вы берете некое прилагательное «на», например, или там «fern», или там «файл», или там «брайт», или там «лайнг», и дальше делается с помощью суффикса «э». И в отдельном случае «умла», там, где он может быть, у вас получается некая мера, чего бы то ни было, измерение какого-то. «Нае», «лэнге», «брайте», «вайте», «хэ», «тифе», и так далее, и так далее, и так далее. И еще пробуем. Я даже предполагаю, что вы уже быстрее мне будете давать ответы. То же самое, вы видите пропуск между «eine» и «sache», «schreck», надо делать, видимо, прилагательное, прилагательное «шрек», вы знаете прилагательное «schreck», «lich». Дальше вы понимаете, что «eine», «sache» между между артикулем и существительным, значит, нужно некое окончание, и у вас получается «eine schreckliche zache». Вот и все. Это правильный ответ, и вам нужно было всего лишь навсего для этого пронзировать не очень большой контекст. Та же самое, опять же, тот же самый совет. Начинайте с небольшого контекста, если вы понимаете, что вам недостаточно, смотрите шире, потому что иногда надо смотреть шире, потому что иногда это очень важно для того, чтобы определить, в каком времени вообще идет повествование. Не здесь, в предыдущем задании. Здесь иногда какие-то подсказки есть дальше или раньше по тексту, они вам намекают на то, что нужно, можно образовать. Иногда бывают разные варианты. Хорошо, когда от одного слова можно образовать условие одно прилагательное, одними существительного. Других вариантов нет, да? Но иногда бывают разные варианты. Как в случае с «woche», например. Есть же «wöchentlich», есть же «недельный», а есть, например, «zwei wöchich», «двухнедельный». В одном случае периодичность, в другом случае, простите, но это уже получается продолжительность. В зависимости от контекста будет иметься в виду либо то, либо другое. Поэтому контекст нужно, конечно, в этом случае прочитать повнимательнее и взять пошире, не просто ограничиться тем, что стоит прямо рядом с пропуском. Нет, ваша же пошире. Пару предложений до, пару предложений после, либо одно, хотя бы до одно, после, чтобы было понятно, что имеется в виду. Ну что, пробуйте. А это посмотрим, что у вас получится здесь. Итак, анализируем, понимаем, чем нужно запомнить пропуск, думаем, какое же это может быть существительским потенциальным значением, пробуем его образовать, исходя из окружения. Здесь мало подсказок, грамматических мало подсказок, потому что ЦУ как-то не подсказывает ничего, ни рода, только падеж. Есть варианты? Для тех, кто смотрит сейчас в записи, чат можно не подсматривать. Супер! Безух! Отлично! А на этом слайде? Обращайте внимание на любые детали. Вот на любые какие-то есть предложениях. На форму сказуемого, например. На то, чтобы было некая корреляция между тем, что было написано до и было написано сейчас. Да, вот регируем, даже на связи с циклэнда. Лендер мог вам подсказать, что имеется в виду. Само слово, да, может вам подсказать. Зинт подсказывает необходимую форму. Отлично! Регирунген, супер! А здесь? Очень известная личность, поэтому вы делаете, что имеется в виду. Но, как видите, нужно опять же понимать, что есть некоторые... Почему alles? Давайте посмотрим. А, это все очень просто. Это alles не относится к лендер. Это все, имеется в виду, страны. То есть, alles не относится к лендер никак. Так, da sind alles, also, alles относится к самому себе, существует. Все это страны, да, чьи правительства и так далее, и так далее, и так далее. Ничего такого особенного там нет. Здесь все очень просто. Вы быстро это сделаете, совершенно точно. Правильный ответ. Кто помнит, кто такая Ангела Меркель? Да, поэтому правильно, это, конечно, будет Шеффин. Супер! И еще одна. А здесь? Здесь тоже мало подсказок грамматических, но здесь есть подсказка, собственно говоря, в контексте. Правильно. All of my same kind. Некое качество, свойство. Внимание. Ну, не совсем свойство получается, качество, но тем не менее. Супер! Любовь, Софья, здорово! Хорошо. А здесь? Последнее словообразование, мы переходим к лексике. В этом знании у нас в ансамбле помогает вам знание слов, конечно же, естественно, да, ну и понимание, что, от чего может образовываться, и, конечно же, анализ контекста. Это такие три составляющих, три фактора успеха. Без первого, второго и третьего иногда сложно что-либо сделать. Замечательно. Польнише. Супер! Правильная форма – полниш, и правильная форма грамматическая здесь – полнише, журналист. Не забывайте, что в этом задании не всегда вам важно только образовать слово, то есть догадаться об однокоренном, скажем так, слове, да. Вам важно еще и обратить внимание на контекст, чтобы понять, а нужно ли его дальше видоизменять. То есть добавить к нему какое-то окончание. Если нужно, добавляем, получаем правильный ответ. Последние три задания этого блока, 32-38, это задания на лексику. Проверяются ваши лексические навыки. Это теперь ошибочка небольшая на слайде, извините, это высокий уровень сложности. Это раньше был повышенность, это высокий уровень сложности. Это, опять же, один такой связанный небольшой текст. В нем семь пропусков. И к каждому пропуску предложены четыре варианта ответов. Нужно выбрать правильный. Один из четырех, который подходит для данного контекста. Здесь принципиально важно точно так же внимательно читать контекст и сам текст. Здесь, в принципе, хорошо бы весь текст прочитать, а потом уже разбирать отдельные пропуски, отдельные предложения. Давайте попробуем пока тренироваться на отдельных контекстах. Я сразу выбрал правильный ответ и выбрал те слова, которые подсказывают и помогают, что же нужно, какое слово, с кем значением нужно в этом случае подставить и выбрать. Вещь идет про количество точек Wi-Fi. И поскольку очень много-много разных цифр, и разная статистика приводится про одну страну, про вторую, про третью, в том числе про Германию, про самая третья страна, то понятно, что все остальные слова типа meistens, besonders, kompliziert, они не подходят, они не имеют отношения к числам. А insgesamt в общей сложности как раз и имеет отношение к числу, к числам, которые здесь приводятся в изобилии. Что важно? Важно помнить о такой теме замечательной, как управление глаголом. Вот здесь, например, классические случаи, когда управление глаголов и знание управления глаголов помогает. Вы знаете конструкцию es handelt sich, вы помните управление ум, вы видите его в вариантах ответов, вы больше ничего не делаете, вы просто выбираете правильный вариант ум, поскольку это правильное управление данного глагола, в данной конкретной конструкции. Опять же, вторая стратегия важная, когда это не управление глаголов, когда это выбор отдельного существительного, отдельного глагола, отдельного, предлагательного, и нет никаких подсказок, которые бы показывали, указывали на то, что именно это слово, чисто грамматически, потому что есть некий предлог, некий род и все остальное прочее. Здесь вы видите, все эти слова, через слово это женский род. Но здесь есть контекст, который мы с вами, если посмотрим внимательно, поймем, что кто-то вернулся, судя по всему, в Германию и вот воспринимал Германию слишком положительно, скажем так. Понятно, что если мы сравним значение слов, то получится, что к поездке, к возвращению и к восприятию из какого-то там состояния слишком положительного Германии подходит только слово «entfernung», поскольку оно обозначает расстояние, удаление. На удалении можно что-то воспринимать немножко не так. А все остальное не подходит никак, потому что оно не имеет отношения ни к возвращению, ни к пребыванию где-то далеко, ни тем более к какому-то восприятию из какого-то, опять же, расстояния. Опять же, здесь очень простая подсказка в этом контексте. Вы посмотрите внимательно, о чем мы, собственно, говорим. Контекст, контекст, еще раз. Контекст, поскольку это у нас с вами. Надо выбрать между разными словами, которые имеют отношение, ну, на самом деле, африканиш, можно все что угодно, на самом деле. Но поскольку дальше тут название этих улиц, вы видите Тогу, Камерун, вы понимаете, что речь идет о государствах, о странах. А из предложенных четырех вариантов страна только в одном случае есть. Это lander. Все? Вот он, правильный ответ. Мы посмотрели контекст немножко пошире, да, забежав немножко вперед. Здесь немножко сложнее, но здесь есть разные подсказки. Да, есть животные, есть некий зоопарк, есть туда, а, точнее, там. И вот поскольку есть там, а что можно делать там, животные? Их можно только показывать. Сейчас надо найти глагол, с значением показывать. Вот он, не более того. Он есть, первый вариант. Держимся дальше. Опять же, обратите внимание на выделенное полужирно. Да, вот эта вот продолжительность, некая такая, эти несколько, много дней и часов, вот они должны с чем-то сочетаться здесь. Ну, опять же, здесь есть разные варианты, но мы видим, опять же, что, во-первых, это давало ко всему еще и некое дополнительное падеже, поэтому часть глаголов мы можем сразу, один глагол можно сразу отбросить. Да, поскольку есть некое подлежащее, zi, они проводят там, они что-то делают там, да, поэтому fege нехорошо, он глагол непереходный. Дальше, три глагола примерно с одинаковым значением, если так на русский пытаться его переводить, но с некой продолжительностью по времени существует отличный глагол febringen. febringen нехорошо, это все-таки не ресурс какой-то такой, который можно, не некое вещество, которое можно израсходовать, да, а fegoren здесь нет ни одного намека на то, что это все-таки в пустую потраченное время. Это просто потраченное время. Вот такие сложные случаи, да, в лексике такое тоже может быть, правда. И еще один пример. Здесь у нас с вами, собственно говоря, идет речь про, ну да, про человека, про даже женщину, второй из вас в Тога, да, живет теперь вот здесь вот, в этом районе, и стало вроде как, с контекста вы понимаете, что она должна стать как бы своей такой, да, то есть она здесь укоренилась, она здесь обрела свою, как бы вторую такую родину. И дальше нужно понять, какой из этих четырех прилагательных имеет отношение именно вот к этому, к домашнисти, к родине, к слову хаймат, то, что называется, да. Но здесь вас не должно смущать, во-первых, слово хаймат, это не имеет отношение, это то, что имеет отношение к родине, но не родной, да, не укоренившейся. И хаймлихи немножко другое значение имеют, они скорее такие констрологические прилагательные. Поэтому правильным ответом будет хаймлиш, хаймлиш как бы ладно. Да, вот этот хаймлиш означает, что как бы вот дом родной, да, стал этот дом родным. Опять же мы с вами понимаем, что здесь и вот это предложение последнее, которое выделено в курсивом, тоже имеет значение, да, то есть это тоже, опять же, намекает на вот эту вот домашность, да, на домашность, что-то дом, нечто родное, знакомое, родимое, то, что называется, да, а значение получается хаймлиш, рядом получается укорениться, так, обрести второй дом. Попробуйте. Классика жанра управления. Здесь, правда, не глаголы, а выражения. Зыхки, данген, махан. Кто помнит, сразу догадает свой правильный вариант. Важно помнить, что здесь предлагаются варианты, да, понятно, что стратегия может быть разная, и вы, конечно же, должны, естественно, понимать, что мы учитываем разные детали, разные мелочи. Мы учитываем, пока я разглагольствую, можно, опять же, предлагать варианты ответов. Мы учитываем разные варианты, да, то есть мы учитываем разные детали, точнее говоря, Мы учитываем, например, окружение, род, например, учитываем, мы учитываем переходность и непереходность глаголов, наличие разных предлогов, которые могут иметь отношение к глаголу, если в пропуске должен быть глагол. Все учитываем абсолютно. И контекст тоже учитываем. Слева, справа. Нам важно, чтобы слово, которое мы выбираем, оно вписывалось в контекст. Есть ли варианты здесь? Дорогие друзья, есть ли вариант для этого слайда? Что же будет? Или нужна подсказка? Давайте я подскажу, раз возникнет какие-то сложности, и мы будем делать следующий слайд. Конечно же, зыщетки данки махен ибо акузатив, поэтому да, рюба. Абсолютно спокойно можно определить, если вы знаете это выражение, знаете его управление. Но оно, в принципе, для уровня B1, B1+, на самом деле, базовое, его нужно знать на этом уровне. А это вот такой уровень сложности. А здесь, как вы думаете? Нужно передать такую вот напористость. Человек, который отвечает себе самому на определенный вопрос. Так резко должен отвечать. Ну, entgeignity, что это отвечает? Такой письменный вариант для antworten, entgeignity. Ну, есть и предложение. Супер, entschlossen, все правильно, решительно возразила сама себе, видимо. Следующий слайд. Здесь все очень просто. Да, здесь загадана, по сути дела, отделяемая приставка у глагола stellen. По очень определенным значениям. Понятно, что и ausstellen, и umstellen, и einstellen, и feststellen, эти глаголы существуют в немецком языке. Они имеют разные значения. И далеко не со всеми приставками глаголы с корнем stellen будут иметь нужное значение. Софья абсолютно правильно. Feststellen. Установить что-либо, да, выяснить. Aus не то, um не то, ein тоже не то. А здесь? Вот в этом знании о самом деле становится очевидно, что вот знание всего контекста, то есть прочтение всего текста, здесь очень важно. То есть очень важно прочитать целиком текст, чтобы понять, про что идет речь. И дальше покопаться в каждом конкретном контексте. Отлично? Да, все правильно. Доказать. Кому я чего хочу доказать? Спрашивает себя герой, точнее героиня этого текста. Итак, что важно помнить? Давайте подъем некий итог. Важно помнить, что вы работаете со связанными текстами. Мы с вами делали немножко неправильно, скажем так, мы с вами работали с отдельными контекстами, с отдельными заданиями. Для вебинара это было удобнее и выгоднее, скажем так, и правильнее. Но на ЕГЭ вы работаете с конкретными связанными текстами, которые чем-то начинаются, чем-то заканчиваются, имеют какой-то определенный заголовок. В одном случае, где это задание 19.25, два небольших текста, дальше оба раза два средних, скажем так, по размеру текста. Точнее говоря, два тоже на самом деле очень больших текста. Я говорю средних, чтобы просто избежать каких-то там определенных, а чтобы показать, что это немножко другой объем, нежели чем задание 19.25. Но, тем не менее, это не небольшие тексты. У вас есть в этих текстах пропуски. В одном случае у вас справа даны слова на полях, вы должны их поставить в правильную форму грамматическую. В другом случае, опять же, справа даны на полях слова, и вы должны вспомнить однокоренные к ним слова, которые подходят к данному контексту по значению, и поставить их при необходимости в правильную форму, изменив ее, если это требуется, там, например, генетив, предположим, или множественное число, предположим, или, например, кончение прилагательного, вспомнить. И в третьем случае у вас не на полях, а под текстом даны семь наборов по четыре варианта ответов, и вы должны к семи пропускам в тексте каждый раз выбрать один из четырех, и правильнее при этом вариант ответа. И важно, опять же, понимать, что и там, и там, и там, во всех трех случаях работать нужно с контекстом обязательно. Его нужно анализировать, и все равно искать некие сигналы, которые бы вам подсказывали, что в первом, что во втором, что в третьем текстах, и в четвертом, собственно, тоже. Два маленьких есть, два средних. Искать сигналы, которые бы вам подсказывали массу интересных вещей. Рот, число, падеж. Это важно для, не знаю, времени, сравнительной и несравнительной степени прилагательного и так далее. Это важно, например, для 19-25, для заданий на морфологию. Рот, число, падеж и все остальное и прочее тоже принципиально важно для заданий на словообразование. В последнем задании принципиально важно, что они вам будут подсказывать иногда род, иногда переходность, непереходность глагола. Иногда будут некие сигналы в виде оставшихся или идущих, следующих за пропуском предлогов. То есть мы же можем в две стороны это знание наше использовать, знание управления глаголом в существительных и прилагательных в том числе. Какие две стороны? С одной стороны, мы можем, зная это управление, правильно определять, какой предлог пропущен, должен стоять в пропуске. С другой стороны, мы можем, опять же, исходя из этого, понимать, какое существительное, а точнее, даже чаще, какой глагол должен стоять в этом пропуске. Исходя из, например, данного нам и найденного нами в контексте определенного предлога. Поэтому здесь, подводя итог, еще раз завершая всю нашу сегодняшнюю работу, а мы с вами очень хорошо сегодня поработали, и я рад, что вы практически все знания смогли решить, важно работать с связанными текстами. Внимательно относясь к контексту и, опять же, не забывая прочитывать его целиком. На этом я завершаю сегодняшнюю нашу встречу. Мы еще увидимся на следующей неделе, будем говорить про аудирование чтения. А вам я желаю успехов либо в научении школьников, как писать, сдавать ЕГЭ по немецкому языку, и на что надо обращать внимание, либо вам желаю успехов в написании ЕГЭ по немецкому языку. В этом ли году, в следующем ли году, неважно. Удачи и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok